Поправки принципиальные, а в футболке коммунистов легкий флешмоб. Именно так на федеральных каналах рассказали о втором чтении пенсионной реформы, которое прошло накануне. В социальных сетях обсуждения на этот раз уже шли не так бурно. За настроениями в обществе сегодня следила моя коллега Софья Питеркина. Соня, изменилось ли отношение людей к пенсионной реформе, что говорят и что обсуждают? Оля, пенсионная реформа по-прежнему вызывает широкий общественный резонанс. Несмотря на то, что обсуждается уже очень давно, люди настроены негативно. Однако сейчас эти протесты носят уже больше скрытый характер. Левада-центр провел опрос и выяснилось, сейчас ходить на митинги готовы только 35% опрошенных россиян. Хотя еще месяц назад таких было 53%. Изменилось отношение людей к президенту после его обращения. Только 7% восприняли заявление Путина позитивно, 34% ему просто не поверили. А вот на федеральных каналах именно о этих поправках и говорили накануне. Репортаж о пенсионной реформе пошел на первых минутах. Вы только о самом законе не рассказывали. Говорили именно о президентских поправках, которые были приняты единогласно. При этом слово реформа по-прежнему не произносится. Закон называют совершенствованием пенсионной системы. Блок президентских поправок, принципиальные изменения, значительно смягчающий первоначальный вариант, принимают безоговорочно. В социальных сетях настроения по-прежнему негативные. Люди пишут, что в принципе они не удивились. Говорят, мы так и думали, что закон точно примут. А вот свое недовольство теперь выражают в стихах. Единая Россия нажала кнопку «Да». Стране большой и огромный подарок подала. Работай, Россия, работай до зари. И не пугайся, братец, и только не умри. Ведь есть еще законы, их будем продвигать. И возраст пенсионный тихонько повышать. Пользователи также постят картинки с подписью «Где-то в параллельной вселенной» повышают не пенсионный возраст, а пенсию. А еще многие пишут, что такими темпами пенсию могут и вовсе отменить. Накануне в прямом эфире вечерних новостей ТВК мы проводили СМС-голосование и задавали вопрос, изменилась ли ваша позиция по пенсионной реформе после ее смягчения. В итоге только 8% зрителей ТВК изменили свое мнение. 92% по-прежнему относятся к пенсионной реформе отрицательно. А вот что думают о пенсионной реформе красноярцы. Давайте послушаем. Будут ведь молодежи меньше рабочих мест, я считаю, потому что, ну, соответственно, увольнений будет меньше, но, соответственно, новых рабочих мест освобождаться будет меньше. Нужно, наоборот, раньше людей отправлять отдыхать уже, да, от рабочего. Ну, и все знают, что люди, выходя на пенсию, все равно продолжают работать. Все это знают, что денег не хватает. И в дополнение маленькой пенсии люди работают дальше, когда им уже пора, как бы, экономить силу, да, чтобы жить спокойно. Если нужно повышать пенсионный возраст, мы повышали бы для тех россиян, которые только выходят в трудовой путь с 18 лет. И вот через какой-то период, пока вот для них, допустим, была бы повышена пенсионный возраст, вот кому сейчас 18. Ну, они еще ничего никому не платили, они еще никому ничего не должны, и государство им ничего не должно. Добавлю, прежде чем закон вступит в силу, его должен подписать президент. На это у него есть 14 дней. Однако некоторые сторонники Путина по-прежнему уверены, что он может его и не подписать. Но выглядит это очень странно, поскольку Путин сам внес поправки в него. На этом у меня все. Оля. Спасибо. Это была Софья Питеркина.